МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все главные новости дня. Узнаете в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Успеть до перемирия. Что хотят захватить боевики до 15 февраля? Буфетная сотня и депутатская мобилизация. Как в Раде голоса по сусекам собирают. Новая метла в Пентагоне. Что сулит Украине новой глава оборонного ведомства США? Ватные войны на чужой территории. Кто угрожает сторонникам единой Украины в Израиле? Наградить героев, посмотреть образцы новой боевой техники и оружия, передать на фронт новые машины. Президент Украины сразу после визитов в Минске и Брюссель посетил учебный центр нацгвардии в Новых Петровцах. О чем говорил глава государства, расскажет Максим Кошелев. Петра Порошенко здесь ожидало все высшее руководство страны. И силовики, и чиновники, и парламентарии. Он приехал и сразу объяснил, чего достигла Украина в Минске и Брюсселе. Говорит, все надеются на установление мира. А то, что в переговорах участвовал Путин, дает основания ожидать политического, а не военного урегулирования конфликта на Донбассе. А также освобождение пленных. Но это только ожидание. Стопроцентного доверия, говорит, к России нет. Здесь, в учебном центре нацгвардии, все говорят, хочешь мира, готовь сильную армию. И вот презентовали новую технику. Например, эта установка может без стрельбы нейтрализовать вражеские беспилотники. Теряют свои координаты. Не работает ни один приемник ГЛОНАСС, GPS. И свое местоположение беспилотный летательный аппарат не может точно определить. А вот эти британские бронемашины уже успели стать яблоком раздора. Военных критиковали за покупку якобы устаревших броневиков «Саксон». Мол, не подходят они Украине. А на испытаниях они оказались лучше любых наших БТРов. Намного выше защищенности БТР 70-80. То есть она реально держит пулю Б-32 с дистанции 25 метров. Если пробьет пули стрелкового оружия, то подбой будет улавливать осколки, которые будут образовываться в результате фрагментации отколовшейся брони. Президент обещает, для армии будут закупать только самую лучшую технику и вооружение. От вот таких британских автомобилей «Сакса» до современных систем управления артиллерийским огнем или вот таких вот отечественных противотанковых комплексов. Это «Скиф» – противотанковая ракета, способная поразить танк даже через динамическую защиту. Современная система прицеливания, лазер и тепловизор. А такие артиллерийские компьютеры превращают не очень новые гаубицы во вполне высокоточное оружие. Но любая техника – это просто железо без мужественных людей. Двум офицерам из легендарной 95-й бригады и третьего полка спецназа президент вручил высшие награды. Присвоено звание Героя Украины с вручением ордена «Золотая зирка» Герасименко Игорю Леонидовичу, Трипаку Александру Сергеевичу, президент Украины Петро Порошенко. Всю готовую технику уже сегодня отправят в зону АТО на подмогу бойцам. Перспективные разработки туда же, на испытания. Сложные бои на Дебальцевском направлении и обстрелы ранее мирных городов на Донбассе. Есть погибшие, в том числе дети. С нами сейчас на связи Вениамин Трубачев. Веня, здравствуй. Какие у тебя последние новости? Да, Алексей, пожалуй, самая главная новость. Несколько часов назад боевики обстреляли до этого мирный город Артемовск. По предварительной информации из Града или Смерча, специалисты сейчас работают на месте падения, чтобы точно выяснить. А вот местным жителям удалось снять на видео, как боевики обстреливают город. Один из снарядов, выпущенных боевиками, попал в район Артемовской школы номер 4. Погиб 7-летний ребенок и женщина. Еще семеро человек ранено. Среди них есть тоже дети. Это данные милиции. Точное количество погибших и раненых сейчас уточняется. В Артемовске все еще периодически слышна канонада. Люди прячутся в укрытиях, опасаясь новых обстрелов. Сейчас проводится обследование мест поражения. То, что россияне стрельнулись с Мерчами по городу Артемовск. Две пустовые установки отработали. Применялись они кассетные, запрещенные всеми международными конвенциями, снаряды. На Дебальцевском плацдарме по-прежнему тяжелая ситуация. Боевики не прекращают обстрел города и позиции украинских войск вокруг Дебальцева. Террористы не оставляют попыток сомкнуть кольцо. Атакуют села Логвиново и Луганское. Таким образом пытаются перерезать едва ли не единственную дорогу из Артемовска до Дебальцева. Дебальцево сейчас эта трасса обстреливается боевиками и там идут сложнейшие бои. Трасса закрыта. Доступа до Дебальцева нет сейчас. Вечером начала плотно работать артиллерия, их ограды, гаубицы, савушки, думаю, по Луганскому, вот в эту сторону. Украинская армия ведет ответный огонь. Армейские подразделения пытаются деблокировать дорогу и ситуация эта меняется очень быстро. Боевики стреляют также и по колоннам с беженцами и по скорыми. Вот так террористы прямо на дороге разбили несколько машин медслужбы и погибло больше 10 человек. Среди них врачи и санитары. С террористами, тем больше загрязываем Россию, домовлятись, не будет хорошо. Все равно будет война, не будет ответственной думкой всех, какие люди тут стоят и воюют. Также боевики отстреляли еще один относительно мирный город Горняк. Снаряды попали на территорию детского сада. Четыре человека погибло, еще 16 получили ранения. Три человека среди мирных жителей погибло и в Горловке. Если вот подытожить ситуацию за последние сутки, интенсивность боев серьезно увеличилась. Алексей. Неутешительные итоги, конечно, Веня. Спасибо тебе за работу. Это был Венемин Трубачев из зоны АТО. А далее на прямой связи со студией Львина Сейдбулаева. Она работает в районе Мариуполя. Эля, здравствуй. Какая у вас сейчас обстановка? Алексей, сегодня ситуация вблизи Мариуполя остается напряженной. Недалеко от поселков Широкино и Саханка. Весь день продолжались артиллерийские дуэли и бои, в том числе и танковые. Наши военные сдерживают наступление боевиков и продолжают защищать свои позиции. Село Широкино под контролем украинской армии. Они били оградами, бьют минометами, бьют танками, бьют со стороны Саханки. Даже во время эвакуации в центр ударили мины. С окраин села тоже приходилось под бомбушками вывозить людей. Не прекращаются обстрелы возле сел Чермалык и Николаевка. Боевики стреляют из минометов и стрелкового оружия. Со стороны поселка Октябрь техника террористов двигается в сторону Павлополя. И тут украинские военные встретили их артиллерийским огнем. Сколько уничтожено техники и живой силы, уточняют. Уничтожено колону, которая готовилась разгортаться для наступа на наши войска. В результате снищения этой колонны несколько ватажков боевиков были уничтожены. Под Мариуполем в селе Мангуш сегодня опросились полковника милиции Евгением Юхановым. Он возглавлял милицию в городе Дебальцево. Боевики расстреляли его в служебной машине на следующий день после того, как милиция в Дебальцевом отразила атаку террористов на городской отдел. Евгению Юханову было 38 лет. У него осталась жена и двое маленьких детей. Оказывал помощь жителям города Дебальцево. Эвакуировал детей. Только благодаря ему, наверное, сотни людей, детей города Дебальцево спасены. И погиб он как герой. И сегодня было неспокойно и в самом Мариуполе. В городе слышны раскаты боев, которые идут на окраинах. Но мариупольцы сохраняют спокойствие и стараются не поддаваться панике. Все службы учреждения города работают в штатном режиме. На этом у меня все. Алексей. Понятно, Эля. Спасибо. Это были новости из Мариуполя и окрестностей города от Ильвины Сеидбулаевой. Ну вот на что надеялись мирные жители оккупированных территорий после минских договоренностей? И что там происходит в действительности? Об этом они рассказали нам сегодня по телефону. Давайте послушаем. Донецк и Луганск. Несмотря на подписание минского соглашения в Донецке абсолютно ничего не изменилось. Идет война. За сегодняшний день ранено 14 или 15 местных жителей. Честно говоря, надеялись на голубые каски. Потому что только присутствие вот таких вот миротворцев может что-то здесь изменить. Объявили, что по данным руководства ГНР готовится артобстрел Луганска. Учитывая то, что и вчера ночью опять были обстрелы Луганска. Причем из территории, где стоят сами сепары, подготовляются почвы к каким-то непонятным то ли срывам. Минские договоренности. Утюжат очень сильно. Стреляются всего и уже. Такое впечатление, как будто бы до 15-го числа наш город хотят нести с лица земли. Пострадали все практически кварталом. Минские жители забивают окна. Порваны линии электропередач. Дом дрожит. Не знаешь, куда прятаться. Любые договоренности с пророссийскими террористами незаконны. Они противоречат Конституцию. Поэтому их выполнение не обязательно. Об этом на своей страничке в фейсбуке сегодня написал народный депутат Дмитрий Ярош, лидер правого сектора. И добавил, если вооруженные силы получат приказ об отводе тяжелой техники и прекращении огня, его добровольческий корпус оставляет за собой право продолжать активные боевые действия до полного освобождения украинской земли от российской оккупации. Свою позицию Ярош подтвердил подробностями по телефону. Ну а других депутатов сегодня закрыли в сессионном зале. Это новый метод мобилизации. Там сегодня были многочисленные попытки принять одни и те же документы. Что-то приняли, конечно, но на что-то голосов не хватило. Чем жил парламент, знает Екатерина Лысенко. Доработались до того, что депутатов выгоняли из буфета. За избранниками спускались даже сами главы фракций. А все потому, что в зале для законов не хватало голосов. А началось утро пятницы традиционно с отчета правительства. Главный докладчик, министр иностранных дел, говорит о Минском соглашении. Мы вперше, я подкресню, это мы вперше отримали сгоду российской стороны на поддержку логики Минских договоренностей и готовность их выполнять. Климкен говорит о перемирии и о том, что контролировать отвод войск будут через спутник. А дальше вопросы депутатов. Неужели президент Украины будет выдавать указ за своим подписом, которым будет миловать лидеров, бойовиков, террористических организаций? Такая амнистия никаким образом, я подкресню, никаким образом, не может быть надана тем, кто был задеянный и залучен к злочинам против людьми. Если будет реализован, подписан в Минску, план, то выиграй Украина, потому что на нашей территории прекратятся трагедии и загибели людей. Мы осуществляем, что президент Украины взял на себя колоссальную политическую ответственность за реализацию мирного плана. И мы будем его поддерживать. И поэтому, Павел Анатольевич, у нас до вас вопрос, каким образом парламент может вам допомогти? Последовательное преследование тех законодательных актов, которые касаются логики децентрализации, будет важным внеском в реализацию мирного плана. Выступал и министр соцполитики, и тоже говорил о Востоке, но только о пенсиях для жителей Донбасса. Понад 900 тысяч зазначенных пенсионеров уже имеют возможность и получают пенсии на другой территории нашей страны. Как только на этой территории будет восстановлена дея украинских законов, мы готовы полностью начать такие выплаты. Министры разошлись, у депутатов своя мобилизация. Теперь прошу никого не выходить из зала, закрыть двери из зала парламента. И выходим только в две годы. В две годы выходим. Михаил Иванович, закрыть там. И Андрей Анатольевич Тетярук, закрыть двери. Депутатов раз-два и обчелся. Каждый голос на вес золота. Лещенко, поверниться в зал. Лещенко! Лещенко! Звольнить, будь ласка, проход. И Лещенко має триумфально повернутися на своё рабочее место. Хвилиночку, хвилиночку, шановник Лещенко. Підійшов щойно народний депутат Лещенко. І сказав, що тільки що він бачив, як неперсональне голосування відбулось. Народним депутатам, народним депутатам-гелерам. Голосували, переголосували, з трудом, але знаходили голоса. Принимати закон решили без перерыва, а с кнопкодавами поручили разобраться регламентному комітету. Хотя тот еще не разобрался со вчерашней дракой в Куларах. Регламентний комітет з приводу інцидента ще засідання не проводили. Ми зробили попередню запись до апарата Верховної Ради про надання відеоматериалів. Якби мені показали, як в інший спосіб можна зупинити корупцію в цій залі, я би користався тільки цим іншим спосібом. Оно показує просто неадекватність, і я уверен в тому, що постановлення, яке регистрирують депутати, що такі люди не должны возглавляти комітеты, і єдинолично розуміти, хто корупціонер в країні, хто не, хто законопроект корупціонний чи нет. Корупціонним антикорупціонний комітет назвав законопроект 1159, який дають право распоряжаться землі містним органам власи. Хто аналогічний законопроект 1252, других авторів, але в якому те же предложення, тот же комітет не забракував. Разниця в виводах – місяць. Ми отримали законопроект, який начебто має елементи корупційності, яка до цього часу працює, і чиновники з держком землі фактично деребанять всі землі ділянки, які знаходяться на території України. Сьогодні місцева громада опікується одним гектарем з десяти, які на Україні сьогодні є. Це несправедливо, це абсолютно не європейський підхід. Але в сенсіонному залі ні один, ні второй документ пока не появився. Сьогодні опять прошел день, я повторяю, може б вже бесконечно какое-то число раз. Ні одного закона, связанного з той ситуацією економічне, яка відбувається, не розсматривається. Возникає якась унікальна, на мій взгляд, нова корупція. Голосовали сьогодні за другое, отменили НДС для українських книг, а також рада просить ГПУ привлечь к ответственности депутатов і чиновників Крима, із-за которых аннексію легалізували. На этом полупустой зал і розшовся до марта. Екатерина Лысенко, Ольга Рысель, Владимир Самченко, Павел Лысенко. Подробності – телеканал «Интер». Ворвались, сломали почти все двери і устроили обыск с понятыми. Кого обыскивали і чим все закончилось? Подробні – Александр Пантелеймонов. «Уберіть камінь. Чому?» «Потому що тут лістіні діяльні проводять». Разговора з ворвавшимися в офісне здання милиціонерами не получается. Нікаких комментариев ні от людей з оружіем, ні от следователя. Офісній сітрудники в недоуменні. «И сразу не пред'являє документів, ні розказує нічого. Сразу начали ломати двери. Сразу. Ну, ми предложили їм, говоримо, що є кнопка вызова, пожалуйста, нажміть, і вам откроєт. «Потому що у нас тут вход по карточкам. Ніхто навіть нічого не слушав». Через нескільки минут становиться ясно, куди с такою решимостю прорывались люди в камуфляже. На второму этаже приемная нардепа Вадима Новинського. І здесь тоже сначала ломають все двери, потом начинают обыск. «Ему пред'являють договор аренды, он куда-то звонит і говорит, ну ми все равно должны сюди зайти. Значит, сегодня грубейшим образом нарушены вообще элементарні законы. Конституція становится у нас ничем. Вот эти люди трусятся, они все и говорят, нам дають команду каждые две минуты». Новинський говорит, ему показали некое постановление некого суда на обыск. Но по его ходу количество странностей растет. Милиционеры привели с собой понятых, у которых даже документов нет. «Попросил ставить понятым». «Без документов? Он подошел, сказал, у вас нет документов, пошли понятым будете?» «Можете ставить понятым?» «Ну хорошо». «Документы не просил, ничего не спрашивал. А может быть, они гражданин Украины?» Вадим Новинский говорит, ничего ни от кого не скрывал и сам не скрывался. Зачем было устраивать маски-шоу, не понимает. «Я думаю, что это давление на оппозиционный блок. Будем реагировать? Обязательно будем реагировать. Будем обращаться во все инстанции, вплоть до президента». На все это уже отреагировали в оппозиционном блоке. На сайте полицилы появилось заявление. В нем говорится, все происходящее – это попытка давления на нардепов. А сам Новинский в последнее время получал угрозы в свой адрес со стороны высокопоставленных чиновников. Но в самом офисном здании под занавес появились другие милиционеры. Их вызвали уже сами депутаты. К их приезду маски-шоу исчезли. Оставшийся следователь показал милиционерам то самое постановление суда, но в приемной Новинского написали заявление в милицию по факту всего произошедшего. Александр Пантелеймонов, Андрей Кузнецов. Подробности. Телеканал Интер. Вы знаете, сегодняшний инцидент, я считаю, очередной попыткой грубейшего давления власти на оппозицию, которая не боится говорить власти о провальной экономической политике, которая приводит к уничтожению нашей промышленности, к сокращению рабочих мест и к обнищанию людей. Мы всегда выступали против войны, против гибели украинцев, в этой братоубийстве на войне. Мы всегда выступали за мир. Вот это, мне кажется, главная причина. Вадим, вы только политику видите причиной? Ну и вторая причина. Вторая причина – это попытка власти начать передел собственности. Ведь нынешняя власть ничего не умеет созидать, не умеет проводить реформы. Они умеют только делить и отнимать у тех, кто созидает. Какие-то примеры, подтверждения того, что идет возможен передел собственности у вас есть, но кроме того, что произошло сегодня. Возможно, какие-то угрозы, возможно, какие-то предупреждения. Не только к вам. Вы знаете, я не хотел бы сейчас в эфире эти факты называть, но такие факты есть. И мы по этим фактам обращаемся в правоохранительные органы, чтобы они реагировали на это соответствующий вопрос. Вы предупредили мой вопрос, что вы будете делать. То есть вы полагаетесь на закон. Да. Спасибо огромное. Спасибо за ответы, за то, что нашли время. Вадим Новинский... И в конце я хотел бы сказать. Да, если можно. Вы знаете, если бы я был депутатом не от оппозиционного блока, а от каких-то провластных партий, то ни уголовного дела, ни обыска в моем офисе, скорее всего, не было бы никогда. Ну, возможно. Я благодарен вам за эти ответы. Народный депутат Украины Вадим Новинский был гостем студии подробностей. Мы продолжаем. Про украинские, про российские израильтяне. О них мы уже неоднократно рассказывали. Но вот наш корреспондент Сергей Ауслендер утверждает, что противостояние нарастает. Что же там происходит? Давайте посмотрим. Это в начале конфликта все было относительно мирно. Сторонники Единой Украины и те, кто поддерживает сепаратистов, переругивались в соцсетях, спорили и даже собирались организовать что-то вроде публичного диспута. Но по мере того, как обострялась обстановка на Донбассе, накалились страсти и внутри Израиля. Сторонники так называемой Новороссии переходят к активным действиям. Игнорировать конфликт между пророссийскими и проукраинскими израильтянами нельзя, если уже даже Джерузалимпост пишет об этом. Причем вот под такими заголовками. Эхо украинской войны в Батьяме. Батьям это город, где все случилось. Алексей Остапенко, активист группы «Израиль поддерживает Украину», обнаружил свой автомобиль вот в таком состоянии. Машину изрисовали свастикой. Алексей немедленно обратился в полицию, которая сейчас разыскивает злоумышленник. Краску и смыль. Продолжаем заниматься своим делом, помогать Украине, помогать беженцам, помогать детским домам. Также устраивать демонстрации против фашистского режима Путина. И продолжим этим заниматься. А полиция занимается этим делом. Впрочем, полиция занимается не только этим делом. Еще один активист, поддерживающий Украину, Илья Соколов, тоже был вынужден обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Ему угрожали физической расправой. Кроме того, Соколов намерен требовать возмещения морального ущерба. Сумму иска, я предполагаю, в районе 90-100 тысяч шекелей. 75% из выигрыша я хочу потратить на помощь бойцам АТО и помощь правовому сектору. Я считаю, что если человек поддерживает сепаратизм таким путем, оскорбляя и угрожая, называя меня бандеровцам, то человек за свои деньги должен надеть бойцов правого сектора и национальной гвардии в Украине. Сторонники «Единой Украины» доказывают свои убеждения делом. Они устраивали раненых на Майдане в больнице, каждую неделю отправляют многокилограммовые посылки в зону АТО, проводят митинги у стен российского посольства и делают еще массу полезной, но совершенно незаметной работы. Их оппоненты предпочитают другой вид деятельности, которым, судя по всему, в ближайшее время займутся израильские суды. Сергей Услендер, подробности, телеканал «Интер» Израиль. Итоги Минского саммита. Стратегия Ангелы Меркель. В Германии почти все обсуждают действия своего канцлера. За что хвалят, а за что критикуют, подробнее Татьяна Лагунова из Берлина. За ее дипломатическим марафоном в Германии не следил только ленивый. За неделю семь городов на двух континентах. Киев, Москва, Мюнхен, Вашингтон, Оттава, Минск и Брюссель. 20 тысяч воздушных километров и несколько ночей без сна. Встречи и переговоры по Украине, которых ждал весь мир. Ангела Меркель уже в Берлине, но ее график на сегодня, а также на субботу и воскресенье пока пуст. Никаких встреч, конференций и прочих мероприятий. Видимо, канцлер решил отоспаться и немного отдохнуть. Зато за дело взялись журналисты. Супер Энджи, фрау Европа, мировой канцлер. Немецкая пресса соревнуется в комплиментах. Она работает на грани физических возможностей, говорят не только политические друзья, но и враги. И занимается всеми мировыми проблемами сразу. От борьбы с терроризмом до спасения Греции от финансового кризиса, а еврозоны от распада. Ну и, конечно, даже критики Меркель признают. Встреча лидеров нормандской четверки в Минске во многом состоялась именно благодаря ее усилиям. Сама канцлер итоги оценивает осторожно. Это проблеск надежды, не больше и не меньше. Мы попробуем его использовать, но за словами должны последовать действия. Впрочем, в фан-клубе канцлера далеко не все журналисты и эксперты. Скептики считают, в вопросе Украины Меркель слишком нерешительно. Она боится окончательно рассориться с Россией и не имеет четкой стратегии дальнейших действий. Мол, в одиночку Европа не справится. Чтобы разрешить конфликт, нужно активнее подключить США. Впрочем, Меркель к критике относится спокойно. Когда все вокруг только хвалят, тоже неинтересно. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сенат Соединенных Штатов вступился за надежду Савченко. Верхняя палата Американского Конгресса приняла резолюцию, в которой призвала Кремль немедленно освободить украинскую летчицу. Ее заключение под стражу Сенат считает незаконным. Кроме того, американские сенаторы выступили из-за освобождения других незаконно задержанных лиц. Ну а у Пентагона с сегодняшнего дня новый начальник. Кто он и чего ожидать Украине от этого назначения? Дмитрий Еловский расскажет подробнее. Он в Вашингтоне. Эштон Картер в военном деле далеко не новичок. До этого он был первым заместителем секретаря обороны. И когда Чак Хейгл, один из самых миролюбивых начальников Пентагона, собрался уходить, президент Америки сразу предложил его зама. Новому министру обороны предстоит столкнуться сразу с несколькими новыми вызовами. Тут и угроза от исламского государства и агрессия России. И вот насчет последнего как раз и шли торги между Белым домом. Ставленником Коева является Картер и Конгрессом, где преобладают республиканцы оппоненты Обамы. От Картера ждали согласия на поставки оружия Украине. В противном случае его бы просто не утвердили. И тогда Пентагон был бы под временным руководством еще очень долго. На слушаниях в профильном комитете Сената Маккейн буквально вытягивал из Картера согласие на военную помощь Киеву. В итоге министр сказал, да, склоняюсь к тому, чтобы начать поставки оружия, в том числе и летального. Прежде всего речь идет о противотанковых ракетах. Число сторонников поставок вооружения неуклонно здесь растет. И все больше таких людей находится именно в окружении президента Америки. Командующий войсками НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов тоже не так давно поддержал эту идею. Да и на Капитолийском холме все больше тех, кто считает, что промедление в данном вопросе очень опасно. Картер должен будет принять присягу со дня на день. Но последнее слово все равно ведь за Обамой. Надо сказать, что Пентагон, пожалуй, одно из самых близких к Белому дому ведомств. Поэтому сейчас необходимо следить за тем, какие заявления последуют от нового военачальника. И насколько хорошо и отчетливо их услышат в Белом доме, который все еще продолжает сомневаться. Дмитрий Иловский, Никита Исаико. Подробности. Американское бюро телеканала Интер. Граждане России, выходцы из Чечни, задержаны во Франции. Полиция взяла под стражу пятерых мужчин. Их подозревают в подготовке терактов. Один из них прятал в тайнике взрывное устройство. Дома остальных в городе Монпелье сейчас обыскивают. До конца неясно, имеют ли задержанные чеченцы отношение к большим террористическим группам, вроде ИГИЛ. По одной из версий, они просто члены местных банд, которые устраивали междоусобные разборки. Как живут одни переселенцы в кибуцах на одесские манеры? Сколько будут платить другие за жизнь в домиках модульных? Об этом чуть позже. Оставайтесь с подробностями. Об афере с выдачей загранпаспортов заговорили жители Черкасс. Кто и как пытается нагреть руки? Станислав Кухарчук разбирался. Паспорт, идентификационный код, заявление, квитанция об уплате услуг и госпошлины. Это все, что необходимо для оформления биометрического загранпаспорта. Список документов на официальном сайте миграционной службы. Срок рассмотрения не более 20 дней. Для Лёли Стракань упрощенное оформление превратилось в бег с препятствиями по кабинетам Черкасской миграционной службы. Девушка трижды пыталась подать документы. И трижды безрезультатно. Сначала потребовали справку о несудимости. Потом и вовсе предложили оформить документы в другом месте. Вы не сможете отримать свой паспорт, вы не сможете выехать за кордон, если вы судимы. А вы же запропоновали вернуться и оформить эту доведку быстрее. Это будет стоить 200 гривен и через три дня вы имеете эту доведку. Другое место – это госпредприятие «Документ». Оно на втором этаже областного управления миграционной службы. Туда отправили и Дмитрия. Мужчина уже полтора месяца пытается оформить загранпаспорт. Управляют на второй этаж ДП, Державное предприемство «Документ». Я подписываю дополнительно доверенность о том, что я им доверяю оформить мои документы. И переплачиваю 200,77 гривен. На первом этаже, где принимают специалисты миграционной службы, небывалый ажиотаж и очереди. А вот за что берут деньги и какие услуги предоставляют этажом выше, даже сами работники документа не знают. Я хочу за 20 дней оформить паспорт. Сколько это стоит? Через полтора месяца выдача готовых документов. Через полтора месяца? По закону 20 дней. Ну вы же обратились в Державное предприемство, правильно? Если вы хотите по закону, вам на первый этаж восьмой кабинет. Документ просто дублирует работу миграционной службы. И берет за это деньги, говорят общественники. Если официально паспорт обойдется в 542 гривны, то через госпредприятие около тысячи. Сделают для вас ксерокопию паспорта и идентификационного кода. В принципе, это и все. Все люди, которые приходят туда, большинство из них даже не подозрит, что паспорт стоит не такую сумму. Зам начальника управления миграционной службы заявляет о подобных фактах. Впервые слышит. Люди волнуют сами выбирать на свой рассуд. Чи звертаться за послами до Державного предприемства документ, чи безпосередньо до працівників Державного миграционной службы. Сколько уже переплатили жители Черкас за услуги документа, куда или кому уходят эти деньги, непонятно. Считай, этого госпредприятия в госказначействе не обслуживаются. Стояслав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкасы. Руководителей украинских госпредприятий будут назначать иностранцы. Кабмин определился с составом комитета, который, как обещают чиновники, на открытом конкурсе займется отбором директоров шести десятков госкомпаний. Возглавил комитет президент Киевской школы экономики Джордж Логуш. Среди членов представители МВФ и ЕБРР. А вот в списке госпредприятий начальник Укрспирта, завода Антонов, но начнут с директора Укрзалезницы, а также Львовского и Бориспольского аэропортов. Этот список обнародовал министр экономического развития и торговли Айварас Абрамавичус. Ну, а пока гендиректора Борисполя нет, есть только временно исполняющие обязанности, сотрудники аэропорта обвиняют его в потакании интересам частных структур и в рейдерском захвате предприятия. Что же происходит в аэропорте Борисполь? Подробнее наши корреспонденты. 4 тысячи сотрудников аэропорта Борисполь направили президенту письмо с просьбой немедленно сменить руководство предприятия. Нынешний топ-менеджмент во главе с временно исполняющим обязанности директора Евгением Дыхне обвиняют в попытке отдать главные воздушные ворота страны в частные руки. Речь идет о передаче права на обслуживание самолетов и пассажиров компании, которой владеет МАУ. По сути, получается, будет монополист на рынке по наземному пассажирскому обслуживанию. И там, где мы можем зарабатывать деньги для предприятия, мы просто их отдаем в частные руки. За этой компанией стоит группа «Приват». То есть они будут монополистами. Это будет «Интеравия», «Аэрохендлинг». Из-за этого работу могут потерять 600 человек, а страна – миллионы гривен. Более того, у частного предприятия нет всех необходимых сертификатов, уверяет коллектив. Люди уже написали с десяток писем в государственные органы. После этого в Министерстве инфраструктуры пообещали провести открытый конкурс, чтобы назначить новое руководство. Но решения нет до сих пор. Затягивается, прослеживается такой вариант, что Кабинет министров заинтересован, чтобы здесь, пока эти остались на своих местах, продолжить передачу опять же такие. По чуть-чуть, по чуть-чуть и в частные руки. Некая частная структура пытается под себя сейчас законсервировать ситуацию, уволить сотрудников. Такая коррупционная схема на волне политической целесообразности, назовем это так. Если руководство не сменит в ближайшее время, сотрудники Борисполя обещают бастовать. Оксана Григорьева, подробности, телеканал Интер. Пост директора антикоррупционного бюро уже соревнуется более 170 человек. Они уже прислали свои документы на рассмотрение конкурсной комиссии. С завтрашнего дня эти документы начнут анализировать, все ли соответствует закону. Потом будут проводить собеседование, чтобы выбрать троих лучших. Дальше решение уже за президентом. В списке желающих возглавить бюро есть и иностранцы. Среди прочих на должность главного антикоррупционера претендует Давид Сакварелидзе, бывший заместитель генпрокурора Грузии времен Саакашвили. Он уже поменял гражданство на украинское. И уже здесь, в Киеве, участвовал в разработке законопроекта создания антикоррупционного бюро. У нас есть четкое понимание, четный график, уже расписанный по дням. Будет начинать со старых коррупционных схем, которые до сих пор не раскрыты. И миллиарды долларов утекли за границу. Из нас не получится хорошие танкисты, но получатся хорошие борцы против коррупции. Ключи от новых немецких домов для переселенцев. В Павлограде новоселье празднует сегодня 500 человек. Люди радуются, но осторожно. Суммы, которые им придется платить, впечатляют. А где Женя будет спать? Коткой, коробочкой. А ты сама будешь спать? Да. Трехлетняя Женя деловито осматривает новое жилище. Еще в июле ее семья бежала из Луганской области. Сначала жили в общежитиях, потом в съемных квартирах. Сегодня, как и еще, 450 семей получили ключи от своего домика. Это стандартный домик в модульном городке. Четыре кровати, шкафы, рядом вторая комната точно такая же. Есть свой санузел, бойлер, душевая кабина, раковина и даже маленькая кухонька. Вот она. Лариса здесь всего неделю бежала с семьей из Дебальцево. По сравнению с руинами в родном доме, эти комнатки кажутся хоромами. Ну, нам понравилось, мы будем заселяться. Квартиру найти сложновато. Мы обзвонили, купили газету с объявлениями. И то, что нам более-менее подходило, мы обзвонили, и все, сдано, сдано. В области таких городков уже пять. Все домики, их называют модулями, бесплатно предоставили немцы. На открытии лично присутствует посол Германии. Мы построили в Украине семь таких городков. Там могут разместиться четыре тысячи человек. Если сравнить с общим количеством переселенцев, кажется, что это немного. Но в то же время эти четыре тысячи человек сейчас нашли крышу над головой. Переселенцы радуются, осторожно, занимаются калькуляцией. Площадь домика почти 50 квадратов, рассчитан на 8 человек. Тоня прикидывает, сколько же придется платить за коммуналку, ее семье из троих взрослых и ребенка. Ну, очень дорого. Очень. Даже не думали, что такая цена будет. Ну, не полторы тысячи, даже больше выходит. Тысяча семьсот. Местные чиновники оправдываются, мол, и так снизили тарифы на 300 гривен. Больше не получилось. В домиках все на электричестве. Но как только потеплеет, отключат отопление. И сумма будет вдвое меньше. Стоимость будет зависеть от погоды. А я думаю, что с потеплением это будет 250-300 уже. Но в Запорожье проживание в таких городках уже сейчас стоит 320 гривен с человека. А в Харькове и того меньше. 100. Компенсировали из местных бюджетов. В Павлоградской казне денег нет. Поэтому ждут помощи от высших чиновников. Наталья Грищенко, Евгений Коденцов. Подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область. А вот в Одесской области разрастается первое в Украине поселение переселенцев по типу израильских кибуцев. Как живут люди, о которых заботятся благотворители, а не правительство? Подробнее Андрей Анастасов. Коровы, свиньи, козы, куры. Для переселенца Леонида Полигенькова в прошлом водителя. Это небольшая ферма, теперь каждодневные будни. Козочка-козленка должна родить уже. Да, жизнь бурлит. Леонид и еще 130 переселенцев из Крыма и Донбасса укрылись от войны в этом бывшем детском лагере в селе Маяки под Одессой. Благотворительный религиозный фонд наладил отопление, привели в порядок детский сад, столовую. Здесь железное правило. Никакой политики. Они начали устраивать дебаты. Я увидел, что в перспективе только закончится кровопролитие. Но я запретил. Коммуна организована по принципу израильских кибуц. Общее имущество, управление, равное распределение труда и прибыли. Сейчас делают ремонт, приводят в порядок ветхие помещения. Строитель Артем с женой и сыном бежал из Донецка. Говорит, любая профессия, от врача до электрика, тут к месту. Никто никого ничего не заставляет. Каждый принимает свой наряд и идет выполнять свою работу. Пока поселение выживает за счет спонсоров и неравнодушных людей. Они везут в строй материалы, мебель, одежду и продукты. На обед сегодня суп у нас рыбный, кашка у нас пшеничная, капуста тушеная, сосисочка. В идеале жители коммуны должны выйти на самоокупаемость. Для этого собираются расширить ферму, приобрести еще живности и продавать свою продукцию. Эти люди твердо решили обосноваться здесь. Вплотную к лагерю примыкает вот этот участок земли площадью 5 гектаров. Сейчас он находится в долгосрочной аренде у благотворительного фонда. В ближайших планах построить здесь коттеджный поселок для переселенцев. И тогда это точно будет самый настоящий кибуц. Правда, согласие на такое строительство должно дать еще государство. А это санаторий Куяльник под Одессой. Тут тоже переселенцы из Донбасса, инвалиды-колясочники и сопровождающие их родственники. И плачевная ситуация. Правительство не выделяет средства на содержание людей. Санаторий залез в долги, волонтеры уже не справляются. Проблема одна, что сегодня государство не признает, что в стране есть переселенцы. Поэтому мы требуем срочно принятие государственной программы, профинансировать хотя бы минимальную выплату. Для принятия такой программы необходимо внести изменения в бюджет. Иначе весной все может обернуться гуманитарной катастрофой. На сегодня в Украине насчитывается около миллиона вынужденных переселенцев. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности. Телеканал Интер. Одесская область. Франция. Громкое судебное дело. Я об афере Карлтон. Один из главных обвиняемых Доминик Стросскан. Какую линию защиты избрал бывший глава МВФ? Кто его, кстати, защищает, а кто нет? София Гордиенко обо всем подробнее. Процесс громкий и необычный. Проходит за закрытыми дверями без фото и видеокамер. Тремстам аккредитованным журналистам приходится работать, как в 18 веке, когда статьи больше напоминают новеллы, а в качестве иллюстраций художники на коленки набрасывают портреты главных героев. Уже в кулуарах Стросскана и его 13 сотоварищей преследуют камеры. Главная линия защиты Стросскана. Не виноват я. Они сами приходили и предлагали себя. Это подтверждает и Беатрис Легран, ночная бабочка, принимавшая участие в Оргии. Он мог и не знать этого. У меня же на лбу не написано. Я представилась владелицей бельгийского ресторана. Правда, Беатрис до сих пор занимается своей профессией и, кроме того, является подружкой старого знакомого, Стросскана, сутенера Додоля Сумюра, который тоже считается обвиняемым. Но есть в этом деле свидетель, способный не оставить камня на камне от линии защиты ДСК. Это бельгийка, которая имени своего не называет и на все заседания появляется только в парике и темных очках. По показаниям женщины, Стросскан был одним из самых неприятных ее клиентов, который точно понимал, что к чему. Я надеюсь, что после процесса смогу перевернуть эту страницу и жить дальше. Но оставить все это в секрете было бы нечестно. Слушания продолжаются там же, где и началась эта история. В Лиле, шахтерском городке, где много безработных горняков. Именно им в рамках предвыборной кампании соцпартии пять лет назад ДСК днем рассказывал, как поднимет страну с колен, а вечером отрывался в отеле. Правда, судят его не за страсть, а за то, что, возможно, занимался сводничеством и поставкой ночных бабочек друзьям. Карьеры это ему уже стоило. А может стоить еще и шести лет лишения свободы. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Боевые совы в США, гендерно равные туалеты в Швеции, новые враги в России, а еще старые новые названия для городов. Что не устраивает в названиях и кого, смотрите в нашем обзоре. Заменить Волгоград на Сталинград, да еще с памятником Сталину предлагают российские коммунисты. Они внесли в Госдуму постановление о переименовании города и открытии постамента. Хотя Волгоград и так называется городом-героем Сталинградом во время празднования Дня Победы. За это проголосовал местный горсовет. Новый иностранный агент в России. Им стала Transparency International, общественная организация по борьбе с коррупцией. Таганская прокуратура в Москве потребовала от организации зарегистрироваться в списке агентов. Якобы правозащитники влияют на государственную политику и проталкивают свои интересы. Представители Transparency решение прокуратуры назвали смешным и намерены его обжаловать. Первый камень заложен в первом в мире музее Библии. Его строят в столице США. В коллекции 40 тысяч артефактов от древнейших манускриптов до редких изданий книги. Все собрано за деньги спонсоров. Музей частный. Свои двери он откроет через два с половиной года. Беременность не мешает Кейт Миддлтон появляться на публике. Она посетила яхт-клуб и даже покаталась на парусном тренажере. Все живо обсуждали округлившийся живот супруги будущего короля. Дарили подарки сыну, принцу Джорджу и восхищались нарядами Кейт. Родить второго ребенка герцогиня должна в апреле. Известно, что это будет девочка. Гендерно равные туалеты запутали шведов. В библиотеке одного из университетов установили унисекс-кабинки. Но вот знаки повесили непонятные. Толерантные шведы смеются, но нововведения приветствуют. Мол, в женскую комнату всегда очередь. А теперь не придется краснеть, когда просишься в соседнюю. Массовое самоубийство Кито в Новой Зеландии. 170 животных выбросились на берег. 25 погибли, остальных пытаются спасти волонтеры и местные полицейские. Теперь местные активисты думают, что делать с тушами умерших животных. Это киты-гринды. Весят около тонны, и сдвинуть их с места непросто. Осторожно совы атакуют. В американском штате Орегон установили знаки, предостерегающие об агрессивных птицах. Таблички появились после нескольких инцидентов. С совами, которые то клевали людей, то похищали у них головные уборы. Местные даже придумали имя пернатым. Оул Капоне, по аналогии с известным гангстером. Сам себе пиарщик. Лондонский мэр решил стать известным, более известным за океаном и отправился в американский тур. Хиллари Клинтон тут же пошутила на тему его визита. Вот интересно, что сказала. И зачем же Джонсону симпатии за океанской публике? Светлана Чернецкая из британской столицы разбиралась. Он уехал в Америку прославлять себя любимого. Мэр Лондона Борис Джонсон решил завоевать сердца земляков. Уроженец Нью-Йорка, он имеет двойное гражданство и не пропускает случаи напомнить о своих американских корнях. Но все же мотивы его шестидневного промо-тура понятны не до конца. Не секрет, что политик уже пресытился мэрством и выдвигать свою кандидатуру на второй срок не намерен. Хочет вернуться в парламент. И тут вопрос, удовлетворится ли Джонсон статусом обычного депутата после стольких-то лет руководства британской столицы. Или все же захочет подсидеть Дэвида Кэмерона и возглавить консервативную партию, а там и правительство. Хиллари Клинтон, возможный кандидат в президенты США, не упустила возможности пошутить над американским туром Джонсона. Не замахнулся ли он на Белый дом, саркастически спросила Хиллари. Впрочем, могла бы припомнить Джонсону и слова восьмилетней давности, когда англичанин имел неосторожность сравнить ее с медсестрой-садисткой в клинике для душевнобольных. Настолько ему не нравилась политическая деятельность Клинтон. Это было так давно. Надеюсь, что Хиллари Клинтон восприняла мои слова как легкомысленные. Да, они такие и были. Думаю, что она понимает, что есть вопросы намного серьезнее, на которых нам следует сосредоточиться. Встреча двух политиков доказала все размолвки в прошлом. К слову, говорили и об Украине, в частности, об угрозе, исходящей от России, и необходимости снижения зависимости от российского газа. И, конечно, в Нью-Йорке не обошлось без чудачеств Джонсона. На знаменитой Таймс-сквайр он раздавал газеты. «Ивнин Стэндард», британский ежедневник российского олигарха Евгения Лебедева. В издательстве эту акцию назвали пиар-ходом, выгодным обеим сторонам. Очевидно, дружба Джонсона с Лебедевым крепнет день ото дня. И ночь, проведенная на улице в образе бомжей, этому только посодействовала. Тогда политики и издатель пытались привлечь внимание к бездомным ветеранам. Светлана Чернецкая и Сергей Дубинин. Подробности, британское бюро телеканала «Интер». Эфир подробностей заканчивается, но буквально через несколько минут ток-шоу «Черное зеркало». Его ведущий Евгений Киселев сейчас с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте. О чем сегодня пойдет речь и кто будет гостем в студии? Добрый вечер, Алексей. Сегодня, конечно же, речь пойдет о главном событии вчерашнего дня и всей недели, а может быть и многих недель и месяцев. Я имею в виду подписание соглашения в Минске, отношения к которым неоднозначные в обществе. Об этом свидетельствуют и комментарии экспертов, и заявления политиков, и опросы общественного мнения, такие импровизированные пока что, которые делают разные СМИ, что называется, на улицах. Никаких цифр мы пока не имеем. Но, конечно же, вопросов очень много. Что будет теперь? Как будет имплементироваться, как сейчас модно стало говорить, то есть притворяться в жизнь Минское соглашение достигнутой договоренности? Особенно много вопросов возникает сейчас с учетом тех заявлений, которые звучат из уст различных российских политиков. В Москве. Заявление, свидетельствующее о том, что сейчас мы вступаем в период, скажем так, вольных трактовок договоренности, которые достигнуты вот только что. И об этом мы будем говорить с гостями студии. У нас здесь будут, как всегда, политики, журналисты, эксперты. Мы ожидаем включений из Москвы, из Вашингтона, с Банковой. Я уверен, сегодня будет интересно и споры будут жаркими. Так что смотрите нас сразу по окончании программы подробности. А вас, Алексей, как всегда, жду здесь в студии. Надеюсь, вы вместе со мной будете, как всегда, вести эту программу. Конечно, я обязательно появлюсь в студии. Хорошего эфира, Евгений. Тема действительно очень важная. Надеюсь, она будет чрезвычайно интересна и вам, наши уважаемые зрители. На этом я заканчиваю подробности. До встречи через несколько минут в студии «Черного зеркала». «Черного зеркала»